Всем привет, с вами Прия. Поразмыслив немножко в прошлом видео о первом или о втором возможном исходе моего ДК в плане рейдинга. Это все, конечно, хорошо, если случится рано или поздно. Если я пойду куда-либо танчить или я пойду куда-либо дамагать своим ДКшкой, я буду только рад принять предложение о поступлении в какую-либо сильную гильдию. Почему бы и нет? Чтобы расти, нужно играть с людьми, скажем так, на уровень выше тебя, чтобы совершенствоваться. Это пословица, поговорка еще, я думаю, в принципе, всем известная. Но пока такого не произошло, хотя я надеюсь, что скоро произойдет. Это все мечты, на самом деле, розовые мечты, как обычно говорят. Пока что, пока что в текущий момент, чтобы и разнообразить контент на стриме, и чтобы воплотить мечты некоторых людей, я решил создать свой проект, скажем так, свое детище. Бильдия, берегите ноги, готова пригласить свою, так сказать, необъятную структуру всех людей, любого уровня, любого класса, любого уровня предмета, даже что самое главное, для создания каких-либо рейдовых групп. Вот касательно рейдовых групп, тут уже дело все намного интереснее. Конечно же, если дело начнет идти о мифик прогрессе, то какие-то люди будут отсеиваться. То есть обижаться на меня из-за того, что вы в виде 960-го дамагера даете менее полутора миллионов ДПСа, на меня тут обижаться нужно на самого последнего, во-первых, нужно обижаться на себя, из-за чего так, ну, не получается, хотя я малость преврал в цифрах, но все же, примерно, утрирую, так сказать. Так что на меня обижаться тут ни в коем случае не надо. Есть класс, есть дамаг, есть энкаунтер, пожалуйста. Можно все выдать абсолютно, и видосики с убийством различных боссов в моей прошлой гильдии, которая, увы, распалась, как я напомню. Все прекрасно есть, все материалы, все мини-обсуждения тактик даже есть во время полу-офф, во время убийства боссов, какие-то подсказки, микрокоманды и прочее. Так что в текущий момент пока что я хочу переждать это какое-то время до инвайта в какую-либо хорошую, по моим меркам, хорошую гильдию. Пока что я пережду это дело в своей гильдии, в которую относительно скоро перетащу своего ДКшку. Буду рад видеть абсолютно всех, как зрителей, сабскрайберов, модераторов, участников каких-либо прошлых гильдий, которые я рейлил еще с 13 по 15 год, прошлой гильдии различной другой, Лига Сибири, налегке, эксплойт, твинками, не твинками, что-нибудь придумаем, если есть желание рейдить, то почему бы и нет. Потому что я прекрасно знаю, что некоторые люди хотели рейдить именно со мной, и та новость в каком-либо статике, в каком-либо чате твича, скажем так, всегда печалило их, если я куда-либо не попадал. Настроение падало, и в личку мне приходили такие теплые слова, типа, вот при, типа, ты вот сидишь на замене, да, а вот мы, например, сидим сейчас там, босса осваиваем, без тебя не так осваивается, типа, там от тебя анонтики и прочие всякие вещи идут. Ну, мне так приятно маленько. Так что буду рад видеть абсолютно всех. Инвайтить в гильдию могут абсолютно все. В текущий момент набрано 38 человек, 9 участников в сети, дело вечер, и к тому же тут различные твинки, и кто-то заинвайтил сразу там двух-трех персонажей, допустим, то есть, допустим, опсик, да, он, опсик-прист, опсик-я, то есть, ну, два персонажа в пределах одной отсчетной записи в гильдии. Вот, но, но, на долгосрочной основе не воспринимайте это. То есть, то, что вы сейчас подумаете, вот, пре создал гильдию, мы в нее придем, будем с ним рейдить 15 тысяч лет. Нет, ну, минимум недельки может быть две, минимум, максимум, ну, не знаю, неделек 8-12. Касательно РТ и всего прочего, будут люди, будет создан дискорд отдельный под гильдийские рейды с различными каналами, с, опять же, с различной системой званий. Вот, и там уже будет решаться, то есть, кто, что, в какое время может, ну, предположительно, сибирское, то есть, начало либо в 15, либо в 16, либо в 17, а конец уже либо там в 19, либо в 20, либо в 21 МСК. По-разному я подумаю, на самом деле, обдумаю, как это сделать выгодно и для себя, конечно же, в первую очередь, потому что в основном это я под свое удобство делаю, собираю, чтобы просто так, допустим, героические, когда не сливать, там, мифические, когда не сливать, мифик рейды будут. Может быть, даже не одним составом, если людей будет достаточно много и людей реально готовых к рейдингу. Не такому уж прям сильному, там, хардкорному в плане, там, освоений ласта или агромара. Наберется народ, допустим, нужный сетап? Пойдем. Не соберется? Ну, зачем мне мучить себя и вас? Другим контентом можно позаниматься, там, двинков покачать, прочими какими-то делами поделать. Поймите, что Анторус — это рейд последний, и получить кромку в нем достаточно легко, потому что предел максимального уровня эквипа он все-таки в текущий момент 985-й, и там с каждой недели вы улучшаете тринкет пантеоновской, и с каждой неделей фактически повышается шанс на дроп-ведение Антула легендарного тринкета тысячного эквипа, который для кого-то, допустим, заходит лучше, чем эпический тринкет, ну или наоборот. То есть апаются тринкеты, добывается шмот с недельных сундучков, добывается шмот проковой с рейдов, и это все, конечно же, усиливает персонажа, усиливает ДПС, но, однако, ДПСом какие-то механики, либо ваншот-механики просто-напросто не пережить. Иногда нужно и голову подключать в рейдинг, говорится. Так что такие вот у меня на текущий момент мысли. Буду рад абсолютно всем твинкам, мейнам, инвайтитесь, а дальше уже что-то решим на самом деле. Вот так вот. Но, опять же, я не теряю возможности, не теряю надежды вступить куда-либо. Либо в роли танка, либо в роли дамагера. Если в роли дамагера придется переучиваться, ну а если в роли танка, то, вот чувствую, я на заменах-то насижусь. Потому что в нормальных сейчас статиках, которые там, не знаю, Аргус утраят или там с Агромаром мучаются, у них уже есть сетап танков. Да и Блад ДК не тот танк, который востребован в убийстве Аргуса. Если на Агромаре он еще нужен за счет своих мастяжек, то на Аргусе... Увы. Ладно, такие мысли на самом деле относительно, возможно, грустные, возможно, веселые для кого-то. Для вступления в гильди можете написать абсолютно любому человеку. У любого человека с любым званием есть права инвайтов. Теперь да. Да, забыл маленько это сделать. На ваших глазах показывают то, что у всех есть галочка «Приглашать в гильдию». То есть не нужно, допустим, только мне писать о том, что «Прия, прими в гильдию». Что делаете, да? Открываете вкладку «Общение». Открываете вкладку «Кто». Вторая вкладка снизу. Полосочка появляется. Пишите. «Берегите ноги». Кликаем «Обновить». Хобана. Открываются все персонажи гильдии, которые в текущий момент онлайн. Взяли кого-нибудь, написали там «Здравствуй там». «Хочу к вам в гильдию». Все. Вас приинвайтили. Ну или меня дождитесь. Или там на стрим зайдете и скажете «Макс, можешь перезайти на шамана?» Могу негативно ответить. Могу бомбануть, сказать. Вы, говорю, меня уже там до канали. Всяко-разно там могу ответить. Так сказать, зубки свои показать. Но можете инвайтиться. Написав абсолютно любым людям, состоящим гильди. Не только мне. Поймите эту мысль. И доведите ее до логического завершения. Если у вас есть желание вступления. Потому что я иногда АФК. Иногда не могу просто-напросто релогнуться за персонажа. Потому что там ключик какой-нибудь прохожу. Либо вообще сплю, либо учебу делаю. Тоже такие моменты жизни присутствуют в моей жизни. Как бы это ни звучало двойственно. Но так оно и есть. Всех вам благ, счастья, здоровья. Как говорится, не болейте. И всего вам хорошего. Там легендарочка побольше. И скорейшего инвайта в гильдию. Я жду вас всех. До скорого.